В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня на обзоре у меня еще один вкусовой виски от Fowlers. Это Lada G Group. Производство данного напитка находится в Санкт-Петербурге. Мой экземпляр произведен 21.07.2022 года. Информацию эту можно найти с задней стороны бутылки. Крепость его 35 градусов. О компании Lada G я, в принципе, так и не нашел ничего толкового, поэтому рассказывать о ней, наверное, пока все же нечего. Обзоры на другие виски компании Lada G, а также вкусовые Fowlers, обычный Fowlers и все подобное вы можете найти по ссылке выше. Итак, бутылка абсолютно такая же, как у обычного Fowlers. Единственная в этот раз, видимо, а нет, есть. Думал, упаковали не очень хорошо. Пробка используется, как можно заметить, из полимеров. Открывать надо очень аккуратно, потому что можно на себя так неплохо разлить его. При такой форме пробки, естественно, никаких дозаторов у бутылки нет. На самой бутылке, на нижней части юбки, есть элементы брендирования, какие-то надписи Out, BeBud, Out, Abit. Не знаю, что это значит. Возможно, когда-то к следующему. Да, у меня стоит еще медовый. По-моему, у Fowlers всего их 4 вкусовых виски, плюс, по-моему, 2 обычных. Вот, медовый у меня стоит, персиковый я в наших магазинах, к сожалению, не нашел пока. Но я обязательно найду, и обзор будет тоже где-то выше. Итак, нальем яблочный. В этот раз, да, Fowlers Apple. Наконец-то, все-таки, я смогу сравнить с Тирсман Apple, Fowlers Apple и Джимбин Apple, который я очень хотел сравнить. Для чего взял, что я там взял Fox & Dog, Apple Pie. Я почему-то не думал, что он прям Apple Pie будет. Я думал, что он будет все-таки яблоко. Кстати, ссылку тоже можно найти выше. И, в общем-то, не оправдал Fox & Dog's яблочного вкуса. Он был действительно Apple Pie. То есть, немного корицы, немного яблока. Но это было не то, что я хотел на тот момент. Поэтому он мне, в принципе, не понравился. Видимо, газированный немного, да? Закроем, как следует. Итак, я налил немного на пробу. Я дам, естественно, подышать. Этому алкоголю, несмотря на 35 градусов, потому что вчерашний вишневый Fowlers постоял, и спиртом почти он не отдавал. Поэтому яблочный, я думаю, надо сделать то же самое. Итак, напиток постоял, подышал. Я думаю, можно посмотреть, что он из себя представляет. Ну, цвет, я думаю, здесь не очень важен, но, в принципе, золотистый, как виски. Да, это напиток на основе виски. То есть, вообще на бутылке написано настойка полусладкая Fowlers яблоко на основе виски. Но будем считать напиток на основе виски. Посмотрим, будет ли виски в нем. Так, ну вот, по сравнению с вишневым, этот напиток на краях стакана оставляет довольно-таки, в принципе, быстро спадающие ножки, но они, по крайней мере, есть. В вишневом просто ничего не было. По цвету, значит, золотистый, по-прежнему. Ничего не изменилось за полтора минуты. На запах. На запах мне прям очень напоминает Джимби. Эппл и, в общем-то, пахнет таким приятным яблоком. Приятным яблоком, какой-то сладостью. И немножечко все-таки отдает спиртом. Но сейчас будем пробовать, и уже будет ясно, спиртовой он или не очень, по сравнению хотя бы с вишневым. Напиток действительно очень яблочный, очень сладкий, прям очень. Хотя сам виски, фаулерс, по-моему, вообще не рядом, даже не бурбон. Но очень сладкий, то есть они сделали тоже более, более все-таки ликерную такую вещь. Очень похоже на Джимбим, именно ароматом яблока, потому что в Стирсмане яблоко чуть-чуть отличалось. Но это все будет на отдельном обзоре, посвященном сравнению яблочных виски. Поэтому сейчас, ну, немножко какая-то даже горчинка, что ли, на послевкусие появляется. Но яблоко классное, пить можно самостоятельно, причем, не знаю, вообще, вообще очень здорово. Послевкусие яблоко до сих пор осталось. Это не может не радовать. То есть, в отличие от обычного виски фаулерс, вкусовые пока, по крайней мере, два, то есть вишневый и яблочный, это совсем другое, конечно. И пить прям можно с удовольствием. В этот раз, вот, вишневым чувствуется просто спирт. В этом, мне кажется, все-таки, какой-то элемент самогона я успел почувствовать. На первом глотке я сейчас попробую еще раз. Да, элемент виски все-таки какой-то присутствует самогоночный. В отличие от вишневого, в котором чувствуется только спирт прям живой, здесь, возможно, все-таки, да, на основе виски. Поэтому, ребят, ну, довольно-таки прилично, довольно-таки вкусное яблоко. Как всегда, разбавить это дело колой. Вжух, кола в стакане. Посмотрим, что поменялось. Ну, вот, кола не перебивает в этот раз запах яблока. Прям яблоко все равно чувствуется, не вытягивает на поверхность какие-то левые ароматы, типа сырого картона и там подобного. В принципе, на запах очень даже все достойно. Попробуем. Ну, вот, здесь того же вкуса, который мне нравится в джимбиме, когда я мешаю с колой в яблочном джимбиме, здесь такого эффекта, к сожалению, почему-то нет. Хотя вот даже яблочный стирсман очень мне нравится вкусосочетание с колой. Но здесь такого нет, поэтому, ну, в принципе, пить можно, то есть он не противный, ничего, ну, просто нет вот этой смеси, смеси вкусов, которая прям вызывает какую-то радость у меня внутреннюю. Зато начинает чувствоваться риски, что не знаю, не очень радует, потому что сам фаулерс был не очень. Вот, и да, все-таки горечь какая-то присутствует, не знаю, от чего это, но горчит немного, горчит. То есть яблочный фаулерс, по крайней мере, похуже, чем вишневый. На этом, наверное, и все, ребят. Рассказывать здесь больше нечего. Единственное, мы, конечно, поставим оценку. Если вишневый получил от меня 7 баллов, то здесь это максимум, наверное, 5, потому что яблочный вкус с колой, по крайней мере, не выразителен. Без колы, в принципе, нормально, да, без колы прямо на семерочку, все как положено. Но с колой, с колой это 5. 5 максимум из 10, в принципе, наверное, я бы и так ему поставил 5, потому что горчит, горчит, и все-таки вот этот не очень вкусный виски начинает выпирать. Вот, поэтому, друзья, 5 из 10 с колой, 7 из 10 без колы, виски Fowler's Apple от меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будет интересно.